Долго мы сюда добирались, да? Ну, добрались. Постепенно, потихоньку, по возможностям будем путешествовать по всей Грузии, показывать интересные места. Мы должны объехать каждый уголок и показать то, что мы в состоянии показать, на что нас хватит. От вас поддержка и задор какой-то должен быть в виде комментариев, в виде лайка. Это продвигает видео, тем самым вы помогаете нам. И те, кто не подписан, я еще раз вас попрошу, подпишитесь, пожалуйста. Это совсем не трудно, для нас будет это очень и очень приятно. Этот город был отреставрирован во время правления Михаила Саакашвили. Обратите внимание, как все аккуратно здесь отреставрировано. Старый город Анцхета. Хорошо просматривается и собор Джуари с Анцхета. Вот этот собор, где мы были и откуда и прибыли, кстати. Субтитры сделал DimaTorzok Собор Святой Цховели. Великолепный собор 11 века. Построен в 1029 году. Кстати, мы будем через несколько лет отмечать тысячелетие этого собора. Примечательный собор еще тем, что в нем в соборе захоронение всех, почти всех грузинских царей из рода Багратионов. Он построен на старом месте, на месте старой базилики. Вазилика была построена в V веке. Впоследствии была заменена вот этим великолепным собором уже в XI веке. Лепостная стена, которую вы видите, это уже позднее строение. Она имеет точную форму квадрата. Это уже начало XVIII века. Субтитры сделал DimaTorzok Храм в честь двенадцати апостолов. А второе название храма – Святый Цховели, Животворящий столб. Вот, кстати, вот этот столб, под которым захоронена Святая Сидония. Церковь в церкви. Это редкостное явление, но вот кто-то в ней есть. Так же, как и в Иерусалиме. Она была установлена в XIV веке. Очень интересная работа, кстати, исполнена моим близким другом, резчиком под деревом. Обратите внимание, вот здесь житие Христова. Как я вам говорил, здесь очень много могил. Захоронены из рода багратионов. Вот, обратите внимание, внизу вот плит, герб рода багратионов. Вот и само могилы. Везде присутствует виноградная лоза. Это является Святым Грацинием для Грузии. Животворящий столб, в честь чего и назван фактически и собор. На этом месте в свое время вырос кедр, на месте захоронения Святой Сидонии. Впоследствии был поставлен, сооружен вот этот животворящий столб. Он расписан. Кстати, во время нашествия варварами были, конечно же, искажены и лица. Обратите внимание, стерты лики. Многие фрески по почвам. Кстати, фрески в этом соборе не очень старые. Они, это начало 15 века, вот до 18-го расписывался этот собор. Мы видим надгробные плиты. Вот, как я вам и говорил, здесь похоронены несколько царей. И множество князей и княгинь этого царского рода Багратион. Обратите внимание, с начала 19 века здесь уже начали писать и на русском языке. Здесь захоронен царь Гургасал, основатель города Тбилиси. Здесь захоронение Ираклия II, царя Грузии, который, кстати, подписал Георгиевский трактат в 1783 году с Россией. Вот здесь как раз захоронение данного царя. К сожалению, мы не сможем подойти к реликвиям. К реликвии в том пределе хранятся частицы мощи Андрея Первозванного. Изначально трон для патриарха находился вот в этом месте, как вы видите. А во всех церквях сейчас, грузинских, в данный момент, трон ставится в центре. Видите, вот он сейчас перед нами. Это мода, фактически, можно и так сказать, пришла уже к началу 19 века. Очень интересная фреска. Вот если смотреть его с разных сторон, то глаза у него то закрыты, то приоткрыты. Вот если мы отодвинемся, вот слегка влево отойдем, вы сами заметите, что есть разница. Еще одна реликвия напротив нас. Вот в этом кресте, в самом низу, есть окошко. В этом окошке частицы того дерева, на котором был распят Иисус Христос. Мы можем подойти сейчас и снять сблизи. В том пределе ведется служба Николая Чудотворца. Сегодня праздник, кстати, Николазу, с чем я вас всех поздравляю. И так как этот праздник и там ведется служба, мы не можем попасть в это помещение. Так как здесь захоронение почти всей царской династии Багратионов, то обратите внимание на дату. В 2008 году скончался, допустим, Батонишвили Георгий Багратионов Мухранский. Так вот, эта традиция существует до сих пор. И это совсем свежее захоронение. Эта песня Читоврита была написана грузинским князем Багратионе, захоронение которого тоже здесь. Далее, ты встретила нашего зрителя? Да, из Германии. Ну, грузин, но вы живете в Германии. Я смотрю у вас. Ого. Ничего себе. Очень приятно. На соборе очень много резьбы по камню. Давайте пройдемте, я вам расскажу, по-моему, что. Во всех монастырях из-под веков монахи изготовляли вино. Вот недавно были обнаружены вот эти пувшины вининые, которые закопаны в землю. Вот так всегда мы хранили, в принципе, вино. Были обнаружены вот эти несколько, обратите внимание на емкость, они огромные. Каждая по 200-300 литров. Вино вы всегда любили. Да, всегда любили вино, тем более в Грузии. Я вам говорил, что собор в честь 12 апостолов. Обратите внимание, подарком 12 лучей. Этих 12 апостолов. Отлицетворяют вот эти 12 лучей, которые исходят с этого круга. Обратите внимание, подарком. Хорошо замесли отсюда. Вот это келья монахов. Келья монахов. Да, вот так выглядит. Ну, в принципе, это грузинская кладка. Обратите внимание, накладку кирпича и камня. Вот очень интересно построено. У нас свежая, новая, она построена в начале 18 века. Кстати, обратите внимание на эту крепостную стену. Она имеет два слоя. Вот как раз в этом слое, который ближе к нам, там есть пароход, и там прятались женщины и детей. Во время набегов северокавказских народов. Вот здесь есть помещения специальные, в которых прятались они. Собор был построен зодчим Арсупидзе. Архитектор по преданию. Ему отрубили десницу, чтобы он впредь такого собора больше не строил. Видите, руку, держащую треугольник. Вот это дань уважения тому архитектору, которому отрубили десницу. Как раз вы видите и руку, вот она хорошо, отчетливо видна отцу. Верхняя часть колокольни, кстати, была недавно отреставрирована. Вот, лет через так 200-300 она тоже будет, как бы, исторической ценностью. Да, исторической ценности. Как я вам уже и сказал, крепостная стена имеет точную форму квадрата. Вот он, собор Дживари. Великолепный. Вот в таких помещениях живут монахи. Какой интересный балкончик. Вот встать сюда и говорить обычным тембром, то вас будет слышно по всей окружности, по периметру вот этого всего, ну вот, по этой территории. Вот эти бычьи головы были сняты с той базилики пятого века. А то есть из той старой церкви. Сохраненные вот эти две бычьи головы были установлены здесь, вот на этой церкви. Очень интересная резьба по камню, обратите внимание. Это великолепие. Смотри, ручной работы. Да, пульки. Вот эти симпатичные. Да, хорошенькие. Собачки ждут, что их по форме. Это с кундуком, да? Собачки, сапиря, виноградный сок, белый виноградный сок, то же самое. Только грецкий орех. Но это, например, с медом. Вот это, с медом. И вот это, с кацетель виноградный сок, это сапиря виноградный сок. А последнее? Последнее, это на вода сделано. А, ясно. А это пассива. Это фруктовый, да? Ясно. Нет. Чуть его в одном интернешке. Так и будет. Это магазин или это кафе? Пахнет едой. Такое ощущение, что кафе. Есть ощущение. На косы не похожи. Не думаю. Скорее всего, просто магазинчик. Мне почему-то пиццей пахнет. Да, мне тоже. А что здесь? Патриарх. Патриарх приехал. Сегодня ведь праздник. Как раз он сядет на тот трон. Ребята, сегодня День Святого Николая. Приехал Патриарх. Службу будет везти, да? Да, конечно. Это, наверное, надо убрать. Сейчас с этого не скажут. Пойдем. 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 Водитель Кафешки. Которая закрыта сейчас. В будущем будет отель. Пойдем. Какой? Пойдем. 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 вернемся когда немножко потеплеет можно снять все эти маски посидеть в ресторане пообщаться тихо спокойно обязательно это сделаем я надеюсь что в ближайшем будущем идите будем прощаться а здесь будем дороги попрощаться на развивки спасибо большое спасибо большое до свидания обязательно вернемся сюда уже так с ночевкой да ну когда потеплеет сейчас еще предстоит дорога минимум пять часов 400 километров впереди настроение хорошее кто-нибудь знает ой собачка письюхи как письюхи лежат . конечно здесь людей много я конечно извиняюсь ну где где здесь стоял так что там перекрыли ребята проезд патриарх приехал в это время перекрыть мы бы с удовольствием конечно еще остались и показали вам патриархов но здесь что ли стоянка что-то похожи да пока да тебе не напоминает это голландию маленькая голландия точно красивый город да здесь надо побродить походить вы правда голландия вот самая настоящая а теперь есть цель вернусь на себя потеплее вернемся так чтобы не спешить посидеть остановиться в отельчике скажи с ночевкой смотри мы как раз на елку вы выехали что-то у меня на песне сейчас нам еще пейте пейте с тобой пять часов нам где-то с тобой нужно перекусить я думаю что-то мы вчера с тобой эти суши отвратительные отвратительные ребята заказали суши кошмар ну такая порнография на один внешний вид когда посмотришь с этих роллов которые нам принесли в общем две пачки мы выкинули это невозможно было есть причем она с консервой внутри а на одних роллах сверху было что-то такое похоже на переработанное человеком и в общем ты на это смотришь и у тебя уже вообще просто аппетита нет вот он и вот да я и знакомстве и это было несколько часов и было очень приятно со спартаком всегда комфортно путешествовать и от вас тоже ждем спасибо увидимся ну а ну и и и и и и и и Всегда как-то грустно прощаться, когда люди хорошие, но тяжело расставаться. Отправляемся в Батуми.